Я бы хотел узнать, на будущий год Вы собираетесь ехать, и в этом году снова ехать в Афганистан, по поводу ВДСКИМа реальной? Ну, первое поездка у нас было в 2009 году, в двадцатилетие. Мы выехали группой с Виктором Бабиенко, с Леонидом Васильевичем Хабаровым. Это наши представители, ветераны Свердловской областной регионального отделения. Проехали и Саланг, и Чирикан, Баграм, Кабул, Паншер практически весь доехали, прямо до Креста. После этого было принято решение, занялся подготовкой, и в 2011 году, собрав опять-таки ветеранов Афганской войны, в основном 345-й полке, 56-я бригада, мы выехали группой, встречались, во-первых, с талибами, решали там большие вопросы, уточняли полон нападений. Когда там была операция в магистрале, то вывод это с хоста. И договорились, что на высоте 32-34 гигиатор роты доблестно защищал свой рубеж, в котором принимало участие 34 человека. Из них 6 погибло, 29 было ранено. Некоторые по 2-3 раза получили ранения за тот бой. Но все же высоту удержали. Было принято решение установить памятную плиту. Договоренность была с руководителем оппозиции. Они нам дали даже от своих 25 человек охранения, которые сопровождали нас на высоте 32-34. Но в итоге было принято решение, чтобы ее могли видеть в проезжающие машины. Установили на 1-й сентября на высоте 29-86. И до сих пор она там стоит, потому что встречались с мулами данной провинции. И было принято решение, что на встрече, на намазе они будут говорить, что русские солдаты приезжали, установили плиту, и чтобы никто не трогал и не осквернял ее. Потому что это память о воинам. Они чтят воинов, которые погибли в бою. Даже что они нас считают неверными, но относятся с уважением. Потому что у них есть сейчас сравнение с американскими войсками, которые ведут сейчас боевые действия. На сегодняшний день есть разработан план. Год к нему готовились. То есть собралась группа инициативная. В совместно со вторым каналом, со Сладковым Александром, будет отснят сюжет. Значит, мы выезжаем в Москву. С Москвы в Ташкент. С Ташкента в Термась. Уходим через Камударью на Мазари-Шарик. Там устанавливаем плиту пограничникам, которые к САПА стояли в том регионе. Потом, поднимаясь по Саланку, уходим направо на Бомиан. С Бомиана спускаемся на Саланке, на Кабу. С Кабула возвращаемся, значит, Чирика, Баграм, Анова, Руха. И уходим на Хазару. В Хазаре будет установлена также плита, в которой будет сказано, что 30 апреля 1984 года приняв неравный бой, практически был погиб батальон под командой капитана Королева. Нашли даже тех людей, которые участвовали в этом бою. Тут сейчас там на Калибр, которые расскажут и покажут, где произошло столкновение, как взошли в засаду, как принимали боевую музыку. Стояла задача больше взять плен, чтобы их потом переправить в Пакистан и потом дальше уже их использовать в виде рекламы, что советские войска бьют неправильные там свои действия. Но на сегодняшний день есть доказанный Калибр подтверждает, что неоднократно, которые даже были ребята ранены, чтобы не попасть в плен, подрывались от гранат. И в том бою ни одного пленного они не взяли. И когда даже руководитель боя, который полил командир, руководил боем, когда подошли к тому месту, у него был убит, как это он, королев, комбат. И с его слов он вспоминает, как бы, что, говорит, ранен, и он уже был ранен. И до последнего руководил боем, отдал приказы. И когда мы, говорит, к нему подошли, у него до сего рация была около рта, даже смертельно ранен. Он говорит про нас и про свои командирские задачи. Вот. И мы хотим там увековечить эту память, поставить плиту и пофамильно всех ребят озвучить. И чтобы показать, что никто не забыт, ничто не забыто, мы их помним. Вот. Так что вот такая готовится операция. Я думаю, что через две недели мы выезжаем, по крайней мере, в планах. Если ничто не задержит ничто на себя, то что будет выполнена такая работа. Судешево. Дорога-пай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok